Сегодня в Гомеле на полную могутность вышло еще одно новое предприемство, что год на им будут выраблять до 180 миллионов шкляных выработков. Сейчас эта продукция потребована как на внутреннем, так и на внешнем рынке. С мягчимостью вытворчасти ознайомились наши корреспонденты. Неколь в этом доме находилась вытворчность узористых шкла. По темной площадке вырабляла бутыльки суместное предприемство. На жаль, тогда конкуренция на рынке шкловырабов оказалась не самая сприяльная, и СП обанкрутилась. Прикладно, четыре года тому площадке передали акционерному товариству «Гомель Агрокомплект». Новая вытворчность для предприемства, которое специализуется на сельскохозяйственном обстановлении, оказалась непрофильной, а сейчас показал, что это было правильное решение. По-разному сложилась ситуация. Еще раз повторю, благодаря партнерским отношениям с компанией «Веда Транзит» нам удалось его запустить, отремонтировать. На сегодняшний день, не побоюсь сказать, это самое современное предприятие в Беларуси по выпуску «Стеклотары». Об зацикавленности Беларуси у новой вытворчасти можно мерковать по такой лижбе. Сегодня практически половая шкловырабов, что выкористовывается в Украине – импорт. «Гомельский завод» допоможет снизить эту залежность. Тем более, что его возможности позволяют выработать бутынки для молочной продукции и шклянки для детского харчевания. Сейчас это на 100% экспортуемая продукция. Максимум при четыре года укладенные в реконструкцию сродки должны окупиться. Самый лучший упаковочный материал, экологически чистый, это стеклянная тара. Его категорически не хватает в Европе, в России и в Беларуси. В Беларуси производят стеклянные тары примерно 300 миллионов бутылок в год. Потребность примерно 700 миллионов бутылок в год. Ну и, естественно, и банок для консервной отрасли. Поэтому разговаривать о том, достаточен объем или недостаточно, даже неуместно. Надо еще два таких три завода, чтобы только Беларусь могла решить вопрос импортозамещения тары. 1,6 кля 3-й вырубленного будет накироваться на экспорт. Валютные поступления для экономики краины так само мают неопошнее значение. Европейский рынок тем больше перспективный, что с наступного года на им уводится полная заборона на выкористание пластиковой тары. Александр Харламп, телерадиокомпания «Хомель».